Принял на грудь, о руле позабудь. Это своеобразное правило, которого должны придерживаться владельцы авто. Ведь во время движения они несут ответственность не только за себя, но и за жизнь и здоровье других. По статистике, чаще всего ДТП с летальным исходом случаются по вине нетрезвых водителей. Они перестают контролировать себя, в то же время нарушается моторика и ухудшается внимание. Новый законопроект призван уменьшить количество желающих погонять в нетрезвом виде. Это поможет снизить количество аварийных ситуаций на дорогах. Обращаю внимание наших уважаемых водителей о том, что сокращения срока лишения водительского удостоверения нет. То есть, если вы были задержаны первый раз в течение года, в любом случае от 50 до 100 базовых величин, в любом случае вы забываете про свое право управления транспортным средством сроком на 3 года. Что касается водителей, которые повторно задерживаются после 24 октября за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. В данном случае уже предусматривается конфискация транспортного средства. С 6 часов утра сотрудники госавтоинспекции проверили не один десяток авто. Рейд показал, что в городе над Бугом сегодня водители не рисковали, потому ни одного пьяного не удалось установить. Кроме того, инспекторы ГАИ проверяли наличие прав и страховки талона прохождения техосмотра. Все эти меры, предписанные новым законом, позволят свести количество нетрезвых водителей к минимуму. Быть может, а сумма штрафов от 50 до 100 базовых величин и конфискация любимой машины, если сел за руль под шафой повторно, опять же, быть может, сведут к коммуникации на дорогах к нулю. Водители уверены, что со вступлением в силу закона ездить по близким дорогам станет безопаснее. Я думаю, что важно, потому что если выпил за рулем, то нечего садиться за руль. И если отнимут у кого-нибудь одного, у второго конфискуют машину, то, может быть, станут бояться и жалеть свой дорогой транспорт. Я считаю, что это очень важно. Я бы уже, если честно, давным-давно ввела бы такие меры, еще бы даже больше сточила, потому что очень много происшествий сейчас случается по вине пьяных водителей и, в принципе, невнимательных водителей. И поэтому я бы их наказывала по более строгой мере. Я считаю, что это должно принести свои результаты, если работа нашей доблестной милиции будет вестись качественно. Осень, сезон дождей и туманов. Именно в эту пору года случается наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. Плохая видимость, погодные условия и лишняя рюмка могут привести к необратимым последствиям. Помните, ваша безопасность в ваших руках.